У нас в гостях появились... Мои любимые братья наши меньшие. Да, братья наши меньшие, которые уже готовы, дорогой телезритель, тебе дать подсказку, в чем встречать Новый год. Доброе утро, дорогие наши гости. У нас сегодня Полина и Алина Буткина. И также уже Софья Штромбергера. Она с своим питомцем у нас тоже здесь. Девочки у нас участвуют в рождественской ярмарке вместе со своей собакой. И вот уже приготовили костюм. Что это за костюм? Как вы вообще придумали такой вид и продемонстрируете нашим телезрителям? Это называется костюм «Дед Мороз спешит на праздник». Все придумал папа. Посмотрели в интернете. Идея была тыковка. Мы придумали Деда Мороза. Делали мы его сами, но помогала нам Галина Санникова сшить игрушку. Вы только посмотрите, дорогие жители-зрители. Это мальчик или девочка? Это девочка-сказка. Собака-сказка. А что за породка? Это Биган. Постенье длились у меня собака. А как она воспринимает, что на ней костюм? Она его не снимает? Она с детства привыкла, что на ней что-то костюм. Вот крошкам нам было тяжело ее приучить, потому что шапочки она не носит, ботиночки тоже. Но сейчас как-то нормально привыкла. А сколько сказки лет? Четыре года. Четыре года. То есть она уже такая, ну, весной моя сказка такая уже. Скажите, пожалуйста, а Дед Мороз из чего сделает? Из флиса. Все из флиса. Вы будете участвовать в рождественской ярмарке, правильно? Давайте нашим телезрегерам расскажем, когда она пройдет и кто может когда посмотреть на живота. Она пройдет с 12 по 18 декабря. В воскресенье в час будет конкурс костюмов для собак. В три будет кинологический фристайл. Прекрасно. У нас есть еще второй гость. И ее тоже такая же красивая и милая собака. Я знаю, что Софье 13 лет, правильно? 13 лет. И она сама тоже занимается дрессурой своей собаки. И, как сказали мне, по крайней мере, те люди, которые видели то, что умеет делать ее собаку, это было просто супер. Соня, покажи, пожалуйста. Это вдомано, да, хоть? Даже на руки. Соня, сколько лет ты уже тренируешь своего питомца? Три всего полтора года. А как у тебя в школе приходится время, чтобы не так собаку взять и обучить? То есть ты и в школу с ней ходишь? Нет, у нас собака достаточно умная, соображает команды быстро. Хватит 20 минут, чтобы выучить какую-то новую, несложную команду. Вот со школы совмещать несложно, на самом деле. А собака, насколько мне сказали, что она может поворачивать даже налево и направо. Это правда? Да, винт. Вольт. А почему на английском ты говоришь? На английском? А тут, наверное, некоторые команды, я говорю на английском, сид. А некоторые, я говорю на русском. То есть, например, вот некоторые команды, я просто их сокращаю, и получается звучит, будто бы как на английском. То есть, сидеть я сделала сид, держать я сделала ляж. Что еще умеет? Иди сюда, танц, танц, танц. Назад, 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 назад. Ляжь, верт сделай. Ляжь, ляжь, верт еще сделай. Ляжь, верт сделай. Сядь. Зайку сделай, зайку. Сядь. Стыдно, стыдно, стыдно. Сядь, стыдно. Адри, сядь, стыдно, покажи, стыдно, стыдно. Дайди на камину, ручки. Супер. Молодец. Спасибо большое. Сань, ну вот девчонки приготовили такой костюм сказки. Как зовут твоего питомца, Альбом? Питомца моего зовут Адри. К костюмам я отношусь... Ну, у нее костюмов нету. Я с ней на фристайле выступаю достаточно редко, на вот кинологическом фристайле. Поэтому костюм я не готовлю ей и на этих соревнованиях выступать, скорее всего, не буду. А на каких ты вообще выступала соревнованиях? Я выступала на соревнованиях по фристайлу, на соревнованиях по аджилити, на соревнованиях по фризби, пичи-го, летающий пёс я выступала, выступала на соревнованиях по ездовому спорту. И я выступала на соревнованиях по курсингу. Спасибо большое, Сонь. Девчонки, скажите, пожалуйста, у вас одна собака на двоих? Да. Брось. Ну, вот как вы боретесь за внимание? По очереди? Нет, она все одинаково к нам относится. Если проходит соревнование один день фристайл, другой аджилити, кто-то танцует фристайл, кто-то бегает аджилити. Так наоборот. А вообще, это по-моему, оборота, она приходит. Она упрямая, она очень имеет большой свой характер. Когда-то захочет, сама убежит, занюхается на улице. Но мы это от неё отбили, и она начала очень хорошо слушаться. Мы занимаемся с ней год, и уже вот такие большие успехи. То есть год занимать. А вообще, вот многие бьют своих собак для того, чтобы они там что-то... Не, ну слушай, я такое видела, чтобы они выполнили какие-нибудь упражнения. Как вы вообще все к этому относитесь? Она... Мы её били только один раз в детстве, когда она схватила и убежала. Чтобы больше так не делать, да? Да. А так мы относимся... То есть в дрессуре вы не... Ну, это нельзя использовать, да? Нет, нет. Она начинает бояться. Если ты её ударил один раз при движении, она не доверяет этому больше движения. Она думает, что ты всегда её ударишь. А ты, Сонь, как относишься? Я отношусь, скорее, отрицательно. Были у меня тоже такие инциденты с моей предыдущей собакой. Но с этой собакой как-то вообще нет. Потому что собака потом не поймёт и не будет делать это. Вообще, возможно, откажется тренироваться, не будет выполнять никакие команды, ей будет это неинтересно. Собака должна брать только положительное из дрессуры. Спасибо большое. Я напомню, что сегодня у нас в гостях были Алина и Полина Будкины и их прекрасная сказка. И также Софья Штромберг, которая рассказывала о том, что школьники в наше время... Совмещать всё и интересовать до своих питомцев. И в любом случае нельзя воспитывать, Яна, жестко своих питомцев. Да, и так же стыдно, я посмотрела, как можно делать. Я так приду домой и скажу... Хорошо. Но пока Яне не стыдно.